Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Иногда случаются ситуации, когда надо раздать интернет через VPN, по Wi-Fi, с ноутбука или компьютера, а большинство программ, с помощью которых можно создать точку доступа, являются платными. Но зачем скачивать для этого дополнительный софт, если можно создать Wi-Fi точку доступа средствами операционной системы? Нужно будет лишь найти бесплатный клиент VPN для подмены регион. Для чего это может понадобиться? Это пригодится, к примеру, для смены региона при подключении к интернету, как недавно была нужна для подмены региона при настройке заблокированных телевизоров от компании Samsung или же для других подобных целей. Далее в видео я детально расскажу как создать Wi-Fi точку доступа средствами операционной системы, а также как раздать VPN соединения. Есть ли несколько способов раздать VPN, один из которых был представлен в одном из прошлых видео, ссылку я оставлю в описании. Для начала необходимо создать VPN подключение, для этого нужно будет скачать и установить специальное приложение VPN клиент, и их на данный момент существует немалое количество, достаточно будет использовать базовую бесплатную версию, я покажу на примере HotSpot Shield VPN. Можно использовать любой другой VPN клиент, HotSpot Shield представлен лишь как пример. Запускаем программу, выбираем бесплатную версию и выбираем доступную локализацию. Подключаемся. VPN можно настроить и на самом роутере, но это довольно сложный процесс, который предполагает наличие некоторых знаний в этой сфере. Если вам интересно, у нас на канале есть ряд видео о настройках роутера, ссылки я оставлю в описании. Как только вы увидите следующее уведомление, можно приступать к следующим настройкам. Открываем параметры. Сети интернет. Важный момент, компьютер или ноутбук должен быть подключен к сети через интернет кабель и должен быть оснащен Wi-Fi модулем. В противном же случае ничего не получится. Далее открываем мобильный HotSpot. Указываем имя сети и пароль. И переводим бегунок в состояние включено. Затем переходим в настройки параметров адаптера. В меню сетевых подключений нужно найти сеть VPN. Определить какое подключение является VPN вам поможет зрительный анализ. У виртуального подключения не будет реального адаптера типа TP-Link, Realtek, Intel и т.д. Адаптер будет иметь имя подобное к следующему адаптер V9, V3 и т.д. Отмечаем его и жмем правой кнопкой мыши. Затем свойства доступ. Устанавливаем отметку напротив разрешить другим пользователям в сети использовать подключение к интернету данного компьютера. И ниже в пункте подключение к домашней сети выбираем нашу только что созданную бесправдную сеть. Вот и все, точка с VPN соединением создана. Теперь подключаемся к ней к примеру с телефона и проверяем работает ли она и есть ли доступ к интернету. Точка работает, подключение к интернету доступно. Переходим на сайт 2IP и проверяем регион. Как видите регион Соединенные Штаты, все работает. Чтобы отключить Wi-Fi точку, откройте Параметры Сети Интернет Мобильный Ходспот. Отключите Разрешение использования интернет-соединения и отключите VPN. VPN. Если вам нужно создать только Wi-Fi точку доступа, достаточно лишь настроить и включить мобильный ходспот. VPN клиент понадобится только в том случае, если нужно сменить регион, местонахождение. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.